Протесты в селе Егоровка Одесской области. Уже несколько дней местные жители обсуждают гибель своего земляка, участника АТО Арслана Шейхова. В убийстве моряка люди обвиняют бывшего милиционера и возмущены тем, что до сих пор он находится на свободе. Какова вероятность, что Егоровка может повторить судьбу в Радиевке, выясняли наши корреспонденты. На этих кадрах последние часы жизни Арслана Шейхова. Матрос военно-морских сил, АТОшник в родной Егоровке празднует свой 33-й день рождения. Вечером, по словам очевидцев, именинник сядет в автомобиль знакомого, которого зовут Владимир Злой. Вместе они уедут, а в полночь тело Арслана найдет у своих дверей местный врач. Многочисленные травмы, кровоподтеки, но судмедэксперт причиной смерти назовет алкогольную интоксикацию. Возмущается сестра покойного Екатерина. Вот такого мы его нашли. И они говорят, что он умер сам, что он просто упал. Объясните, как можно упасть, если тут вмятины от кастета. В убийстве моряка селяне обвиняют Владимира Злого. Рассказывают, это бывший милиционер, сын влиятельных родителей. Постоянно устраивает дебоши и терроризирует Егоровку. Сегодня люди собрались на митинг, шокированы тем, что Злого не задержала полиция. Уже не в первый раз он кого-то ломал, кого-то калечил. Его всегда папа откупает. Если он вернется сюда, если его не посадят, его просто убьют тут деревня, его разорвет. В полиции говорят, у них нет оснований подозревать Злого в совершении убийства. Тем не менее, после возникшего резонанса назначили повторное вскрытие тела. Результаты будут буквально на днях. И если эксперты установят, что смерть была насильственной, подозреваемые могут появиться. Для того, чтобы выключить возможность коррупционной складовой, скажем так, было принято решение про проведение комплексной судово-медичной экспертизы. Очевидцы, между тем, рассказывают, в тот вечер во дворе Злого слышали крики. Затем Владимир вместе со своей подружкой начали грузить что-то в салон машины. Потом он вернулся в дом, через минуту он вышел, открыл дверь и спросил. Дышит? Закрылась дверь, они развернулись и уехали. Сам Владимир говорит, шум во дворе был из-за того, что они наоборот пытались спасти Арслана. Они якобы нашли его лежащим на улице. Я ему делал искусственное дыхание. Вроде бы мы его садим, храпел, все, воздух, пульс прощупался. Я его не убивал, я его даже пальцем не трогал. Это мой товарищ. Жители Егоровки говорят, если выяснится, что результаты расследования фальсифицируют, устроят бунты по примеру печально известной в Радиевке. У погибшего моряка остались несовершеннолетний сын и пожилые родители. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности, телеканал Интер, Одесская область.